МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Залина Гаджбекова и коротко о главных событиях этого выпуска. Очередные кадровые перемены. Тамара Чинённая и Азнаур Аджиев назначены на новые должности. В хадж за 3 тысячи рублей. Ещё одна акция от магазина парфюмерии Голденуд. День массового футбола в Дагестане. В Махачкале состоялось открытие футбольного фестиваля. В администрации главы Дагестана продолжаются кадровые перестановки. Указом главы республики Рамазан Абдулатипова, руководителем пресс-службы администрации главы и правительства Дагестана назначен Азнаур Аджиев. Ранее эту должность занимала Тамара Чинённая, которая теперь возглавила управление администрации, главы и правительства региона по информационной политике. Азнаур Аджиев прежде состоял на должности советника главы Дагестана. Исламский мир с нетерпением ожидает священный месяц Рамадан, до которого остались считанные дни. В администрации Джума-мечети города Махачкалы состоялось совещание ученых республики, в котором приняли участие заместители муфтия Дагестана, имамы городов и районов. На встрече присутствовали председатель Дакком религии Магомед Абдурахманов, заместители муфтия Дагестана, имамы городов и районов. В ходе круглого стола богословы отметили необходимость объединения мусульман республики и вынесение единого решения при определении первого дня месяца Рамадан. Имамы и специалисты исламской юриспруденции в ходе встречи высказывали свое мнение, основываясь на книгах великих ученых ислама, первых столетий и современников. По итогам совещания религиозные деятели пришли к общему мнению, что 26 мая, согласно астрономическим данным и наблюдением специалистов, определят начало месяца Рамадан, после чего объявят официально о начале священного месяца. В преддверии Рамадана у любителей парфюмерии также появилась возможность побывать на святых землях Мекки и Медины. А стоит такая поездка всего-навсего 3000 рублей. Об очередной акции магазина парфюмерии Golden Wood расскажет Камиль Девятов. Море различных ароматов. В магазине имеется 500 видов европейских и восточных брендов. От легких летних нот бергамота, персика, лайма и до стойких восточных ароматов. Каждая парфюмерная композиция может украсить образ харизматичной женщины или подчеркнуть интеллектуальный стиль мужчины. Выбор только за клиентами парфюмерного магазина Golden Wood. Очень много людей на сегодняшний день в Махачкале и за пределами даже центральной России уже пользуются духами из Golden Wood. И здесь стоит купить минимальный флакон духов и они станут нашими клиентами. Ставший клиентом в магазине Golden Wood непосредственно становится и участником проводимой руководством магазина акции, где основным призом для счастливчика станет поездка в хадж. Стоит отметить, что акция длится два месяца и продлится до 1 июня. На данный момент число участников акции составляет 200 человек. Эта цифра продолжает расти. Здесь очень хорошие новые ароматы. Получил подарок, купил духи и здесь проходит акция. Хотел бы всем сказать и посоветовать. Можно выиграть путевку хадж, оказаться на благородной земле. Поэтому хотел бы сказать, чтобы вы приходили и участвовали в этой акции. Приходите в магазин, приобретайте хорошие запахи и участвуйте в акции. Ранее магазин проводил подобные розыгрыши, но хадж, умра и мобильный телефон марки iPhone 7 разыгрываются впервые. Конкурс проводится совместно с компанией Marvatour, осуществляющей полный пакет услуг по отправке паломников в хадж. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Промоутерская компания Fight Nights Global в минувшие выходные провела очередной турнир по смешным боевым единоборствам, где в главном бою вечера за пояс чемпиона лиги сразились два представителя Дагестана. В файт-карт турнира составили бойцы из Казахстана, Бразилии, Греции, Великобритании и России. Турнир прошел на высоком уровне. В одном из рейтинговых поединков российский спортсмен Магомед Нуров нокаутом одержал победу над чемпионом Греции по кикбоксингу. В главном бою вечера представитель клуба Иглс ММА Гасан Умалатов уверенно финишировал экс-бойца UFC Дэлсона Хелина. Как тебе поддержка зрителей? Не давило ли это? Хочу сказать, намного легче при своих земляках выступать. Настрой был хороший, переживал, не хотел подвести, но вроде все сложилось хорошо. В главном бою вечера встретились представители клуба крепость Халид Мурдазалиев и боец Иглс ММА Абусупиан Алиханов. Первый раунд! Публика поддерживала обоих бойцов. Первые три раунда с переменным успехом были то за одним, то за другим спортсменом. Из предусмотренных пяти раундов чемпионского поединка бой продлился только четыре раунда и завершился нокаутом. Чемпионом и обладателем пояса Fight Nights Global весит до 8 месяцев 3 килограммов стал Абусупиан Алиханов. Камиль Девятов, Курбанрагимов, Ибрагим Амдулаев, телеканал ННТ, Каспийск. Дагестан поддержал всероссийский фестиваль «День массового футбола». Начиная с 2010 года этот фестиваль проводится ежегодно под патронатом Международной федерации футбола и Союза Европейских футбольных ассоциаций. В России фестиваль проводится по инициативе Министерства спорта и Российского футбольного союза. В Дагестане открытие футбольного праздника состоялось на стадионе труд. Футбол – игра миллионов. Россия – страна, где этот вид спорта чуть ли не один из самых любимых. В истории российского футбола были как взлеты, так и падения. Сегодня отечественный футбол переживает новый этап и в скором времени именитым футболистам придется дать дорогу юным дарованиям, которые в свою очередь нуждаются в поддержке. Каждый год проводится День массового футбола, цель которого – его популяризация и развитие. То, что сегодня на стадионе труд проходит, это всероссийский фестиваль «День массового футбола». И он приурочен к Кубку конфедерации по футболу, который в этом году пройдет в России. В общем, Республика тоже решила поддержать это мероприятие. И вот здесь сегодня сделали фестиваль руководства Республики. Прогласили со всей Республики команды. Вот сейчас они здесь разыгрывают кубок. Посла министра спорта Республики на постоянной основе. Футбол играет около 200 тысяч дагестанцев. Ежегодно проводится Кубок Дагестана по футболу, а также множество других турниров. Футбол – это один из зрелищных видов спорта. Нас, начиная с Анжи, радовали и радуют сегодня. Радуют нас футбольные клубы. Недавно по мини-футболу Республики Дагестан чемпионат Российской Федерации занял третье место. Между клубами у нас чуть ли не каждый день проходит разного характера, разного уровня соревнований. Участниками дня массового футбола на стадионе «Труд» стали 8 любительских команд. Среди них коллективы министерств и ведомств Республики. Футбольные турниры в этот день состоялись повсеместно в Республике, в том числе и на главной футбольной арене стадионе «Анжиарена» в Каспийске. Абдул Алиев, Дауд Гастанов, телеканал ННТ, Махачкала. И о курсе валют на завтра. Доллар 56 рублей 49 копеек, евро 63 рубля 17 копеек. Еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте nnttv.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова